ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Где Моська? Ой, да! Моська, что там делает Моська? Да! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сынка, что там Моська делает? А что там Моська делает? Да? Да! Что Моська делает, Монечка? Ага. Где там Моська? Моська, ты что делаешь? Моська! Моська бегает, а она своего медведя того хочет, да? Да! Моська, нравится мне? Друзья, всем огромный привет! Меня зовут Оля, и в этом видео я хотела бы рассказать вам о нашем развитии в 9 месяцев, как мы развились в 9 месяцев с Мешуткой, можно так бы сказать. И если вам интересно, то оставайтесь, конечно же, с нами. Ага! Да. Итак, в 9 месяцев мы, или ровно после того, как нам исполнилось 8 месяцев и пошел 9 месяц, мы научились ползать на четвереньках. До этого мы пытались, подкладывали ножку, но это никак у нас не получало, не получалось. И ровно на 9 месяце мы просто начали ползать на четвереньках. Это случилось буквально в какие-то дни, и с каждым днем это улучшалось, улучшалось и улучшалось. И в какой-то момент просто ребенок начал ползать по всем комнатам, как ракета буквально. Его не остановить везде. Залезет, особенно его заинтересовала Моськина миска. Это собака у нас такая маленькая в доме живет. И к этой миске он лез всегда. И до сих пор она его не оставляет в покое, можно так сказать. На 8 с половиной месяцев у нас ребенок начал подползать к дивану, держаться за диван и вставать сначала на колени. И это он стал делать именно через меня. Подползать ко мне, лезть ко мне и вставать на колени. Стоял на коленях он, наверное, у нас, может быть, только 2 дня. И после того он начал просто вставать на ноги. За этим вот теперь действительно надо следить, потому что ребенок у нас теперь везде подползает. Да, там ворон, сыночка. Как птички делают? Кар, кар. Кар, кар птички делают. Ага. Кар, кар птички делают. Как ела, как ела, да, сыночка? Ты как ела на маме стоишь и лезешь куда-то, лезешь. Кар, кар птички как делают? Кар, кар. И теперь хотела добавить то, что ребенка, в принципе, нигде не оставить. У нас есть такой специальный манеж, который ездит на колесиках. Я его раньше брала на кухню с собой. Или ребенок там лежал с книжками, играл в игрушки. Я могла что-то поделать. А теперь вот, на самом деле, все, это время прошло, потому что ребенок начинает вставать в этом манеже. И он еще не держится так, чтобы я могла спокойно чем-то заняться. Чтобы он встал, стоял и смотрел. Да, сыночка, сейчас мама тебя отвлекила чем-нибудь. Вот что здесь такое? Он говорит, давай, какая книжка? Чтобы он встал и смотрел. То есть, такого нет. Он пытается, конечно, встать, смотреть, ему все интересно. Но в какой-то момент он, видимо, отвлекается настолько и погружается во что-то, что забывает о руках и просто-напросто их отпускает. И было парочку случаев, когда он у нас падал, падал назад. Слава богу, ничего не происходило. Он не ударялся особо. Но все же, конечно же, за этим надо следить. И поэтому я теперь вообще расслабиться никак не могу. Ребенок подползает к дивану. То есть, если в зале, например, у нас только игрушки, все мягкое, ковер. Я ничего не переживаю. Могу сесть в зале также позавтракать, следить за ним. Но в этот момент ребенок подползает к дивану. Встает и стоит. И как бы здесь уже такой момент, да, успею я его поймать или нет. Это не обязательно, что он должен упасть. Но так как я вижу, что ребенок абсолютно еще не уверенно стоит на своих ножках, этот риск существует. И достаточно этот риск высокий, я бы сказала. Поэтому, естественно, за ребенком у меня теперь просто в этом месяце, вот в девятом месяце, да, его теперь совсем-совсем никак нигде не посадить, не оставить. И ребенок практически всегда то ли на руках, то ли со мной на полу, то ли лазает везде. Я лазаю за ним. Он лазает под стол в разные комнаты, еще куда-то залазит везде. Еще, то есть, не видит какой-либо опасности. За этим надо глаз, да, глаз буквально. Вот. Вот такие вот, такое вот у нас, можно сказать, физическое развитие произошло на девятом месяце. Теперь хотела сказать, что касается зубов. У нас на восьмом месяце они очень стали активно прорезаться. Ровно как раз, когда нам исполнилось уже девять месяцев, в этот день у нас появились первые зубки. И как я это заметила, когда я Мишку прикармливала, я почувствовала, что ложечка стала упираться, а что-то такое беленькое я заглянула, и снизу появились белые такие маленькие-маленькие зубки. Теперь хотела также добавить, сидим мы или нет. В этом месяце мы купили ребенку белый стульчик, об этом у меня будет отдельное видео. И стульчик мы ребенка еще особо не садим. Почему? Потому что я замечаю, если ребенок у нас сидит, он, то есть, можно его посадить спокойно на пол, он будет сидеть сам. Такого нет, чтобы он заваливался как-то на бочок, он будет спокойно сидеть. Но, опять же, есть риск, что в какой-то момент, смотря и наблюдая за чем-то, он до такой степени отвлекется и задумается, что он просто-напросто не поймет или забудет, что он сидит и свалится назад. Поэтому мы его еще, чтобы вот так одного особо не садим, потому что есть, опять же, риск, что он навернется, грубо говоря. Но, в целом, ребенок, да, у нас спокойно сидит, в этом проблем нет. И в стульчик мы его садим иногда, но, опять же, я замечаю, что в какой-то момент он все равно устает и начинает капризничать. Поэтому, конечно, да. Вот так вот, да. Поэтому, да, конечно, мы ребенка садим, но... И он умеет сидеть сам, но я не заставляю его как-то напрягать себя сильно. Если я вижу, что ребенку что-то не нравится, я его достаю. Поэтому стульчик у нас, как я уже еще раз повторюсь, есть, но пока в неактивном пользовании. Дальше хотела сказать в целом, наверное, о параметрах, потому что я все время забываю рассказать нашим параметрам. Мы примерно весим 10 килограмм, я бы сказала. Да, мама-мама-мама-мама, да, Санечка? Да. Мы примерно весим 10 килограмм. И рост у нас сейчас примерно, я думаю, уже метр... Ой, метр. Фу ты! И рост у нас уже, наверное, 74, я бы сказала, сантиметра. Я точно не знаю, мы его не измеряли, но я сужу по одежде, и одежда 74 становится ему уже реально маленькая. То есть, она на нем еще застегивается, но уже вот тянется, я бы сказала. Она на нем не свободно сидит. Поэтому скоро мне надо будет закупать 80-й размер. И да, некоторые вещи, конечно, 74-го нам еще хорошо подходят. Вот эта кофточка, например, она 74-го, она на нем даже еще как-то велика. Например, какие-то такие комбинезончики, штаники или, например, его пижамки 74-го размера. Может быть, они просто подсели от частой стирки, но они нам уже особо не подходят. Дальше хотела бы коротко еще упомянуть о нашем психологическом развитии и позже перейти к нашему сну и еде. Наше психологическое развитие. Я хочу сказать, что ребенок на 9-м месяце, конечно, опять же развился очень-очень-очень сильно. Он стал действительно понимать прям практически, я бы сказала, все. Он на тебя смотрит, он понимает. Он понимает даже, я не знаю, взгляды уже, что ли. То есть он действительно просто практически стал очень многое понимать. Я даже не знаю, как это описать, но ребенок именно стал... Не да, сыночка. Он видит просто даже наше настроение, он это чувствует. То есть сразу же, если, например, как-то я разозлилась, и то не на него, или просто вот в целом он уже видит и смотрит, и уже это как бы записывает. То есть сейчас с ребенком надо действительно очень-очень быть, как сказать, корректным, потому что ребенок уже просто практически все реально стал понимать. И да, сыночка? Например, на улыбку ребенок мне отвечает улыбкой. То есть вот это вот подражание у ребенка действительно стало, ну, очень заметно, я бы сказала. Да, сыночка? Да. Сейчас пойдем уже, все, все. Хотела добавить еще то, что с ребенком действительно становится все же сложнее, если сравнить ситуацию, когда ребенок все-таки в 3, в 4, в 5 месяцев все хотел, но не мог. Но его как-то нужно было взять и отвлечь, то сейчас действительно просто от ребенка стало не отойти, на самом деле. И вот в этот момент, да. Но еще то, что лезут зубы, тоже достаточно сложно. Я таким образом сейчас перехожу к нашему сну. Наш сон достаточно сильно ухудшился, потому что стали, особенно последнюю, наверное, последнюю неделю, когда нам исполнилось 9 месяцев, там просто вообще невозможно встало, потому что ребенок стал просыпаться в 3 часа ночи и не засыпать. Просто не засыпать. То есть для него это как будто бы начался день, я не знаю, тревожили его, видимо, очень сильно зубы. И я сначала думала, может быть, я кладу как-то ребенка рано, и он высыпается до 3 часов ночи, хотя я уложила его в 9 вечера. Наверное, думаю, он не высыпается, уже поспал 6 часов, ему, может быть, как-то хватает, я не знаю. Но в какой-то момент я специально чуть-чуть поменяла график и положила его в 12, и ребенок проснулся в 5 утра. И опять же так же не спал. То есть эти дни у нас были, когда ребенок действительно, ну, очень тяжело переносит, видимо, или зубы. Я даже точно сама понять не могу, но как я вижу, что, скорее всего, это зубы. То есть сон у нас был такой-то, что ухудшился. Кстати, так же хотела добавить, что ребенок теперь стал проявлять свой характер на 9 месяце. Это сейчас мне вспомнилось. Потому что если у него что-то, он что-то не получит, ту игрушку, которую сейчас он запланировал, или вот сейчас он у меня схватил мой сотовый, и если этот сотовый по-быстренькому как-то попытаться убрать, то у ребенка просто истерика. Он начинает плакать, он начинает капризничать. Это тоже такой момент, ребенок стал проявлять свой характер. У меня это, на самом деле, даже если мне стало с этим как-то сложнее, но меня это все равно радует, потому что я понимаю, что это просто в каких-то моментах он стал капризничать. То есть ему неплохо в этот момент, то есть у него там не болит живот, у него не болит что-то, а это просто проявление его характера. И на такие вот какие-то его капризы я реагирую просто с улыбкой как-то. Дальше хотела сказать о нашей еде. То есть про сон вы поняли. Режим у нас нарушился, кстати, хочу сказать. Вот когда мы вставали в 3 часа ночи и так далее, режим у нас был достаточно плохой. А идея коротко хотела добавить, то что мы еще на грудном вскармливании полностью прикорм мы вели по Комаровскому. И да, другой прикорм у нас не пошел, а о прикорме будет у нас отдельное тоже видео. Прикорм другой не пошел, у нас были запоры, тоже достаточно сложно с этим было. Из-за этого тоже ребенок очень много не спал. Ладно, друзья, я буду заканчивать. Здесь, я бы сказала, снять видео практически стало невозможно. Я думаю, вы это видите сами. И да, всего хорошего. Пока. Хватит. Хватит Субтитры сделал DimaTorzok